Вот смотрите, это пустота между стеной и штукатуркой снаружи. Если сильнее удать, то все рассыпется. Житель Арыси Иркебулан Сейдозимов говорит, что его дом после взрывов сильно пострадал. Штукатурка осыпалась, а на стенах появились трещины. Однако, по его словам, строители намерены сделать в этом доме ремонт. Иркебулан же требует, чтобы его дом заново отстроили. Вот посмотрите, здесь снизу уровень нормальный. А вот сверху, где пошла трещина, по уровню уже видно, что стена ушла уклоном. В Арысе немало тех, кто хочет, чтобы их дома снесли и построили заново. Но комиссия после экспертизы решила, что большинство разрушенных строений подлежат ремонту. Наша позиция, которую мы здесь в Арысе находим, чтобы восстановить, имеющийся состояние. Этот дом усиливается будет. Там, получается, по периметру будем усилять весь этот снаружи. И внутри штукатурка, бетонирование, армирование будет там. Ну, а хозяева хотят, чтобы этот снос... Тем временем, Аким в Туркестанской области у Мирзакшукиев отчитался о проделанной работе перед Аскаром Мамином. По докладу чиновника, можно решить, что восстановление пострадавшего от взрывов города идет без каких-либо проблем. Крыши социальных объектов заменены на 100%. Окна и двери 100%. Наружная штукатурка стен 85%. Внутренняя штукатурка стен 70%. Замена напольного покрытия 85%. Благоустройство 60%. Замена отопительной системы 100%. Спортивные площадки 80%. Есть еще одна проблема, которая беспокоит нас. Это коммерческие объекты. Мы вчера разбирались в этом и выяснили, что есть 506 объектов. Из них с 333 будет заключаться договора. Но имеется финансовая недостаточность. Нехватка денег составляет в 3 миллиарда тенге. Восстановить орысь после трагедии власти области обещали еще к 1 августа. Однако не успели. Недовольных ходом строительства меньше не становится. Следующим сроком завершение работ в Акимате региона назвали 20 августа. Эта дата не за горами. Проверить результаты восстановления арыси приедут первые лица страны.